Приветствую вас, дорогие друзья! Когда на небе солнце и ясно, мы ничего не боимся. Но когда наступает ночь и приходит темнота, с ней приходят наши страхи. А представляете, как могут бояться ваши маленькие дети? Для этого у нас есть теперь палочка-выручалочка. Наша книжка, которая называется «Сказки от страхов» для самых храбрых малышей. Что же ждет малышей в этой книжке? Не только волшебные сказки про зверят, которые победили свой страх. Самые-самые разные страхи. Например, как медвежонок боялся, что мама будет его ругать. Как слоненок перестал бояться жучков. Как мышонок-кота боялся. Как зайка сам себе придумал страхи. Как утенок боялся плавать. Все самые-самые распространенные страхи малышей спрятались у нас в этих сказках. И не только сказки ждут ваших ребят. Здесь есть вопросы, с помощью которых вы можете обсудить эту сказку и запомнить, как же наш веселый зверь победил свой страх. А еще здесь есть волшебные упражнения для победы над своими страхами. Давайте сейчас посмотрим, какие же сказки ждут наших малышей. Как же нужно заниматься с этой книжкой. Например, у нас есть вот такая вот сказка, которая называется «Как божья коровка боялась выйти на полянку». Жила на свете божья коровка, маленькая-прималенькая, такая крошечная, что ее и увидеть было сложно. Казалось бы, чего ей бояться? Выйди на полянку, тебя не заметит никто. А наша божья коровка все равно боялась. Вон какие там звери огромные гуляют. Медведи, лоси, ежи, сказала она. Увидят меня, обидят и прогонят. Скажут, чего на нашу полянку пришла маленькая такая? Здесь большие звери гуляют. Полянка не для тебя. Как же не для тебя, удивилась мама божьей коровки. А для кого же? Для кого? Давай разберемся. Видишь на небе солнышко? Сколько у него лучиков? Много. Не много, а очень много. У солнышка для каждого есть лухи. Для медведя, для цветка, для самой маленькой травинки. И для меня тоже, обрадовалась маленькая божья коровка. Конечно, солнышко уже протянуло тебе свой ласковый теплый лучик, а тебя нет. Ты боишься? Как так? Значит, солнышко для всех, удивилась маленькая божья коровка. Она ждет меня? Конечно, что же я теряю время? И маленькая божья коровка уверенно отправилась на полянку. Она шагала мимо больших медведей, лосей и кабанов. Солнышко светит для всех, сказала она этим великанам. Оно приготовило мне свой лучик. И те кивали, соглашаюсь, для всех, для всех. И тогда маленькая божья коровка поняла, что весь этот мир для всех. И для нее. Для маленькой божьей коровки тоже. Ведь все для нее и солнышко, и травка, и цветок. И бояться ей нечего. Нужно только радоваться и наслаждаться этим миром. И радовать других. Почему божья коровка боялась идти на полянку? Как она перестала бояться? Упражнение для победы над страхом. Солнышко может давать не только свет и тепло, но и силу. Если выйдешь на улицу, а там солнечно, протяни к солнышку ладошки. Поймай лучик. Закрой глаза и почувствуй, как солнце посылает тебе силу, наполняет тебя теплом. Почувствовал? Теперь ты очень сильный и смелый. Тебе ничего не страшно. Солнышко подарило тебе силу и смелость. И вот таких сказок и упражнений вашего малыша ждет великое множество.